итак привет друзья и гости канала всем огромнейший привет 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 как же по вам соскучился е-мое и я читаю ваши комментарии и вы говорите макс ну блин время сложное но ты нам показываешь что не такое бюджетное но желательно с ремонтом и знаешь макс вот мы вот все-таки не эксперты в недвижимости и вот нам бабушка сказала что брать жилые помещениям опасно брать в эти хрущевские тоже опасно могут снести вместо них другое построить и так далее поэтому макс вот те объекты которые построились вот на земле под мою квартиру жилой дом но мягко говоря даже статус квартиры но которые строились не пфз-2014 тоже блин опасно нам там наговорили наши родственники поэтому макс вот сделал пожалуйста акцент покажи нам квартиры нам большие квартиры не нужны там до 40 квадратных метров чтобы была техника мебель чтобы дом был законный чтобы была ровная поверхность чтобы была школа знаешь как вот мы любим вот тут мы же не хотим своим детям хорошее да мы вот хотим вот вышел со двора и сразу в школе понимаешь ну вот так вот хотим понимаешь вот так хотим чтобы можно было домой да конечно понимаем что в принципе мы это законно почитали что ближе чем 500 метров по идее не могут вырасти законные дома не знаю как там вырос посейдона как вырос коралла португалия но чтобы море было прям чтобы там 15 минут пешком нас устроит до моря что безопасно было идти что тротуары были ну речь чтобы было чтобы рыночек был чтобы детский садик был чтобы ролик поверхность ну да конечно жатель центр сочи и желательно за 3 миллиона рублей но мы так понимаем за 3 миллиона рублей не бывает у некоторых ремонт и стоит дороже чем 3 миллиона ну давай покажу что есть в принципе догомыс тоже пойдет раз пойдет давайте посмотрим и да нахожусь с вами жилом комплексе босфор это седьмой этаж мы с вами смотрим сейчас квартирку с ремонтом квартира 38 и 9 квадратных метров соответственно здесь у нас имеется такая-то ванная комната небольшая с этим металл хороший вот такой ремонт в принципе нормальный и вот здесь мы с вами проходим здесь у нас холодильничек здесь у нас вот такая небольшая кухня ну небольшая на кухне есть и например насколько полный даже вот посудомоечная машина есть тоже мелочь да посмотрите но приятно как мелочь ну реально но приятно целом все сделано очень даже хорошо и этот дом действительно построился по федеральным закону 214 этот дом действительно находится в 15 минутах ходьбы по ровной поверхности от моря этот дом действительно где ты можешь выйти и сразу попасть в школу этот дом действительно для лентяев которые спускаются вниз подъезд и тут же попадает магазин пятерочка и это действительно то место которое для вас максимально безопасное вы можете прийти просто-напросто купить и жить все абсолютно верно есть пару но первое но это догомес это догомес и кстати как бы ну по мне это догомес это не поселок а это тоже просто спальный район большого сочи есть еще один минус надо как бы многие из вас многие из нас попробую сейчас сориентироваться вот это рынок я сейчас там был цену ниже чем в адбери это школа 76 с углубленным изучением английского языка рядышком тоже законные объекты по федеральным законам 214 эта речка в принципе хорошая здесь недалеко здесь те же самые догомеских кори то здесь есть всякие коттеджи да где построена на двух с половиной соток земли здесь принципе есть все здесь есть стройки которые продаются по 300 тысяч рублей за квадратный метр примеру аллея парк здесь есть принципе тротуары здесь есть закрытая территория здесь можно купить отдельно паркинг в общем здесь все есть все есть абсолютно для жизни я считаю это один из самых идеальнейших районов и идеальнейший жилой комплекс тем более вот на школу да то о чем вы любите там же детский сад ну круто же я считаю очень круто соответственно здесь были проблемы с дорогами с въехать и выехать здесь появилась целая куча светофоров и перемещение по догомысу стало безопасно здесь безопасный тротуары здесь дом культуры так далее ну и соответственно есть такая квартирка вот такую квартиру можете купить ценник ну ценник хороший ребят ценник адекватный ну все я вам серьезно говорю такую квартиру почти в 40 квадратных метров вы можете купить за одиннадцать с половиной миллионов рублей черновые квартиры такие здесь стоит от двухсот пятидесят тысяч рублей за квадратный метр можете все это посчитать ты же говорю по 200 до по 200 есть пару студий по акции а вот такие квартиры они считаются в этом доме самые удачные самые востребованные и они начинаются от двухсот пятидесят тысяч рублей за квадратный метр потому что самые популярные квартиры в этом доме соответственно эту квартиру продавал я я продавал ее одним потом эти люди переправили другим и сейчас они соответственно не переехали с города сочи они переехали в хосту действительно переехали в хосту и в хосте сейчас живут хотят быть поближе к маме там родителями и так далее поэтому соответственно здесь и продают самое интересное что люди законного объекта который построен федеральный закон 214 они съехали в объект который построился не по федеральному закону 214 там где уже в принципе они живут ну еще права собственности не имеет но они рискуют потому что там было свое время дешевле потому что любой человек который находится в сочи и он уже понимает что он не готов например за фазе 2014 переплачивать не обозвленные деньги что проще там не знаю взять что-то там попроще те же самые безопасные жп и так далее если человек нужно начинает разбираться и получить большее количество метров здесь ситуация в принципе та же самая было куплены две квартиры доме который там сейчас стоит я скажу честно на птичьих правах я там квартиру ни одну не продавал и не собираюсь продавать потому что блин репут своей репутации дороже но они рискнули ну и соответственно сейчас выставили эту квартирку на продажу это максимально безопасный объект это законная стройка где есть консьерж где есть магазин где есть шлагбаума где есть парковки где все вы просто заезжаете и живете вот такую квартиру я снимал аналогично в предыдущем видеоролике она сдается за 45 тысяч рублей в месяц у этой квартиры конечно ремонт немножечко похуже но факт остается фактом ну за 30 тысяч рублей такую квартиру легко можно сдать но ее никто за 30 тысяч не будет сдавать все равно как минимум захотят за 35 тысяч рублей в месяц но вы ее можете купить за одиннадцать с половиной миллионов рублей все виды ипотек само собой в отличие от жп и незаконных квартирников где не проходят никакие ипотеки поэтому ребят если вам хочется купить максимально законную квартиру максимальном законном доме в пешей доступности от моря да там набережной шикарный идти и так далее то это ваш шанс мне безумно нравится данный жилой комплекс я считаю один из самых лучших здесь и по соотношению цена и качество я считаю это оптимальный вариант на вопрос хотел бы такую квартиру дочери да я купил бы если бы она стоила 8 миллионов рублей но за 8 миллионов рублей я купил ей жп которая находится на транспортной где нет ничего а на такую квартиру не нужно было еще как минимум добавить ну как бы получается три с половиной миллиона рублей и когда я выбирал между этой квартирой и квартиры например в жп такую же площадь да я взял там можно 2 квадрат меньше дочка выбрала квартиру в жп их дочка выбрала на сдачи автомобиль за три с половиной миллиона рублей вот так мы и сделали но опять же не каждый готов пойти на такой шаг у некоторых безграмотных людей нет понятия что такое квартирник что ковозили 14-15 такое хрущевка что кайстальника что кайж п и так далее поэтому для этих людей самое безопасное и разумное купить само собой конечно же я знаю я знаю что вы скажете да за эти деньги проще купить квартиру точнее не за эти деньги что проще купить квартиру в жилом комплексе каравелл португалия и соответственно соответственно конечно же конечно же как бы вы видите объявление на авито потому что сейчас мой друг мне звонил алексей и я ему на громко связи говорил про ценообразование приехали люди с екатеринбурга взяли с собой 4 миллиона рублей в надежде в каравеле португалии взять 30 квадратных метров с ремонтом с техникой с мебелью с видом на море все за 4 миллиона рублей уже по дороге они начали нервничать потому что видишь ли продавец трубочку не брал и так далее но и они уже легкой тужи чемоданами поэтому я могу сказать что за 4 миллиона рублей они не купят ни один объект сочи в том числе который строится по федеральным законам 214 это раз они не купят ни одно жп это два и максимум что они могут где-нибудь там купить стройку это блин это будет стройка даже не 30 метров за 4 миллиона рублей они выложены в стройке максимум там 22 квадратных метра это факт а так 20 квадратных метров надо рассчитывать вот такая штуковина конечно не подумать что все вокруг козлы что все диетры козлы все таксисты потому что он ехал попала под горящую руку тоже все козлы и так далее но вот так что имеем как говорится то имеем поэтому ребят я прекрасно понимаю что вы в своем родном городе всегда ориентируетесь на такой источник как авито я прекрасно понимаю что каждый из вас думаю что в сочи работы нет ничего нет люди здесь доедают доширак с перетертыми камнями конечно понимаю что вы живете в город в городе металлургов и тому подобное и так далее да ну посмотрите просто на на улицу посмотрите какие машины стоят все иномарки да вот одна стоит у нас девяточка одни иномарки все чисто люди ходят всяких там гучи пердючий там подобное я могу сказать что в сочи есть и работа и вакансии и люди даже меня вдруг в такси зарабатывать больше чем вы руководитель на каком предприятии у моего друга алексеев такси зарплаты 200 плюс чтобы понимать 200 плюс вот как бы так поэтому волшебства здесь и не стоит ожидать вот такая квартирка законная стоит всего лишь 11 с половиной миллионов рублей и ни копейки ребят меньше хотите покупаете а хотите как те ребята с екатеринбурга приезжаете тратьте свое время на полетку тратьте свое время на такси тратьте свое время и деньги на билеты и потом просто возвращаетесь со словами там все обманщики оказывается за 4 миллиона рублей нельзя купить в квартиру на берегу моря даже в догомесе вот как бы так вот как бы так они мне до сих пор еще не позвонили лёха оставлял мой номер телефона но я думаю они сейчас немножко еще побегают день-два и воскресенье скорее всего они объявятся и придется им со мной поработать а мне придется переиграть в роли волшебника и что-то им найти в пределах четырех миллионов рублей как бы так на этом с вами прощаюсь всем добра и пока